Субтитры сделал DimaTorzok Итак, приступим к готовке Сузуки Сакамуси. Это ароматная рыба на пару. Я взял сибас, одна рыбка на одну порцию. Рыбу подадим с восхитительным ароматным гарниром. Можно взять разные овощи. Но мне очень нравится сочетать сибас с грибами. Традиционная японская ассортия. Шитаке, эринаге и шимедзи. Добавим немного других продуктов. Зеленый лук и имбирь. Они уберут неприятные запахи. Также возьмем лимон и помидоры черри для яркого декора. С этой целью можно использовать шампиньоны, бланшированный шпинат, пекинскую капусту или брокколи. Мы будем готовить рыбу в пароварке. Поверьте, благодаря этому она будет очень ароматной. Будут нужны саке, соль, конечно же, и очень важный ингредиент водоросли комбу. Мы добавим небольшой кусочек на тарелку, и аромат комбу пропитает и рыбу, и овощи. Будет вкусно. Но никакие добавки не помогут, если вы возьмете несвежую рыбу. Это главное правило. Сначала понюхать. Никаких странных запахов. Потом посмотрите рыбе в глаза. Они должны быть прозрачными, немутными, без крови. Ясный невинный взгляд. Потрогайте животик. Рыб он должен быть упругим, потому что внутренности портятся в первую очередь. Обратите внимание на цвет жаба. У свежей рыбы они вот такие ярко-розовые. Обычно шефы в Японии используют для чистки рыбы вот такой специальный нож. В Украине его найти довольно сложно. Поэтому можете пользоваться обычным ножом. Просто работайте кончиком. Или, только не удивляйтесь, Крышечкой от пластиковой бутылки. Видите? Как легко и удобно она убирает чешую. Попробуйте сами. Главное, умоляю, не давите слишком сильно. Рыбка любит нежность. Чистим рыбу, начиная с хвоста. И постепенно продвигаемся к голове. Самое сложное – тщательно удалить чешуйки. Возле плавников. Это труднодоступные места. Позже мы будем натирать рыбу солью и обдавать кипятком. И если на тушке что-то и останется, вы смоете позже. А возле плавников чешуйки могут застрять. Поэтому будьте максимально старательны, чтобы родные потом не плевали с чешуей. Наши поставщики хорошо знают, что мы покупаем исключительно свежую рыбу отборного качества. Это и так понятно. Мы же используем ее в основном в сыром виде, когда готовим гостям суши и сашими. А для этих блюд свежесть рыбы – главный критерий. Суши невозможно приготовить из несвежей рыбы. Мы следим за этим очень тщательно. Что ж, сибас почистили. Приступим к разделке. В Японии есть три способа разделки рыбы. Нимая-роси, санмая-роси, гамая-роси. У нас рыбка небольшая. Разрежем ее способом санмая-роси на три части. Смотрите внимательно. Очень важный момент. Разрезая брюшко, не заводите нож слишком глубоко, чтобы не повредить внутренности и мясо рыбы. Работайте только кончиком ножа. Сейчас покажу, почему. Вот смотрите, вот тут у рыбы находится печень. Это деликатес. Мы ее едим. Если вы вонзите нож слишком глубоко, можете ее случайно зацепить. Но это еще не самое страшное. О, а вот я нашел сердце. Вот здесь печень. Сразу за ней желчный пузырь. Важно его не повредить, иначе желчь растечется на мясо и придаст ему горьковатый вкус. Конечно, если бы это была рыба-фугу, и вы бы случайно зацепили желчный пузырь, мясо было бы полностью отравлено. Но Сибас рыба не ядовитая, так что можете спокойно оттачивать свое мастерство разделки. Голову можно отрезать уже сейчас, а можно и позже. Осторожно вырезаем жабры. Жабры в этом блюде они не нужны. Отрезаем голову. Вы же знаете, что возле хребта всегда остаются сгустки крови. Их нужно тщательно вынуть. Если делать это просто пальцами, можно легко пораниться. Видите, здесь такие острые косточки. Но кухня должна приносить удовольствие, поэтому у меня есть небольшой лайфхак. Сейчас покажу. В любом случае, рыбу нужно хорошенько промыть. Нам понадобится самая обычная зубная щетка. Удивились? Сейчас покажу. Видите, эти пленки и кровяные сгустки, застрявшие на хребте. Их нужно тщательно вымыть. Вы просто чистите рыбу щеткой, как зубы. Смотрите, как легко. А главное, безопасно. Это самый удобный способ. Пользуйтесь на здоровье. Рыба чистая, пора заняться филировкой. Удалить из нее лишние кости. Но сначала разберемся с головой. Ставим вертикально на доску. Возьмите кухонное полотенце. Так будет удобнее держать голову. Введите нож в рот и одним точным движением разрежьте по центру между глазами. Видите? Ткань не дает рыбе скользить. И вы не порежетесь. Разрезаем нижнюю часть головы и удаляем плавники. Они не нужны. Приступаем к самой интересной части санмай-ароси. Чаще всего шефы для разделки рыбы используют нож деба. Острый и тяжелый. Надсекаем мясо возле хвоста. Кончиком ножа делаем надрез по спине над плавником. Прорезаем мясо до ребер. Теперь переворачиваем рыбу брюшком к себе. Свободной рукой слегка надавите на рыбу, чтобы она не скользила. И сделайте надрез кончика ножа от анального плавника до позвоночника. А теперь одним плавным движением просто срежьте филе. Вот так. Видите, что получилось? Осталось только срезать реберные кости. Очень тонко, чтобы не убрать много мяса. А то нечего будет есть. Отлично! Займемся вторым филе. Берите тот нож, с которым чувствуете себя уверенно. Это важно для успешной разделки. Принцип точно такой же. Делаем длинный разрез по спине, вдоль хребта. Надрезаем от брюшка до хвоста. Вот так. Придерживайте за хвост полотенцем. Одноточное движение. И готово. У нас получилось 4 отличных филе. Остались мелочи. Очень важно удалить из филе все кости. Я для этого использую специальный рыбный пинцет. Это легко и удобно. Конечно, если пинцет у вас нет, и вы готовите дома, а не в ресторане, допустимо оставить кости. Только ешьте потом. Очень осторожно. Вот. Еще парочку мелких косточек. Теперь все готово. Мастерство разделки рыбы в том, чтобы все части получились одинаковыми по размеру и толщине. Филе не должно скручиваться или деформироваться при готовке. Оно останется красивым и аккуратным. Двигаемся дальше. Видите, я специально сохранил голову и щечки. Настоящие ценители рыбы знают, что эти части самые вкусные. Поэтому их нужно тщательно очистить и вымыть. Кстати, жаберные части тоже можно есть, если умеете их правильно готовить. Перед этим их нужно зачистить, припустить в кипятке и только потом приступать к готовке. Сейчас я не буду тратить на это время, но на наших курсах для профессионалов обязательно уделю этим тонкостям особое внимание. Рыбное филе нужно разрезать пополам, примерно на одинаковые кусочки. Видите? Теперь соль. Вовсе не обязательно использовать дорогую морскую соль. Подойдет любая. Главная задача соли в этом процессе устранить все неприятные запахи. Так что соли не жалейте. Посолили и оставляем минут на 10-15. Тогда никаких запахов не будет. А пока рыба просалывается, мы займемся подготовкой овощей. Надо будет нарезать лук. Лимон и помидоры будут нужны в самом конце. А начнем с имбиря. Нам понадобится немного, только для запаха. Это техника кацура муки. Нарезаем имбирь тонкой красивой лентой, из которой потом выйдет ровная соломка. Техника довольно сложная, и за ней стоит не один день упорных тренировок. Но если так, как у меня не получается, можете просто нарезать имбирь вот так и мелко покрошить. Вот такой соломкой. Где-то столько на две порции. Имбиря достаточно. Теперь займемся зеленым луком. Лучше всего использовать только белую часть лука. Если хотите, возьмите лук-порей, его белая часть тоже подойдет. Или берите, как у меня, обычный, и так и так будет вкусно. Обычно шефы нарезают лук техникой широнеги. Мы нарежем способом попроще, но тоже красиво. Режем вдоль и наискосок длинными тонкими перьями. Но лук-порей допустимо нарезать крупными косыми шайбами в стиле вагери. Это гораздо проще. Белая часть лука-порей довольно длинная, поэтому его можно просто бац-бац-бац, и готово. Так, а 10 минут уже как раз прошло. Самое время приступать к шимафури. Это особая техника баланшировки рыбы. Сначала заливаем филе кипятком. И сразу же отправляем рыбу под холодную проточную воду. Промываем рыбку, тщательно проверяя пальцами каждый кусочек. Как раз сейчас остатки чешуйки легко удаляются, и кожа становится идеально чистой. Моя жена Оксана обожает вот эту часть, где голова и щечки. Вот мы и закончили процедуру Мидзу Араи. Рыба идеально чистая. Пора подготовить мою любимую пароварку. Ставим на огонь. Вода должна хорошенько закипеть. А пока подготовим само блюдо. На дно тарелки нужно выложить кусочек комбу. Комба обладает особенным ароматом. Во время приготовления этот божественный аромат пропитает и рыбу, и овощи. Учтите, что когда вы замочите комбу в воде, этот маленький кусочек увеличится до вот таких размеров, и заполнит всю тарелку. Если у вас не получится найти какие-то ингредиенты, заходите к нам на сайт. Мы заказываем из Японии очень много специальных эксклюзивных продуктов. Смотрите, выбирайте, и мы организуем вам доставку. Теперь выкладываем овощи, пекинскую капусту, шпинат. Оставьте место для грибов. Но сначала... госпожа рыба. Вот так. Рыба и овощи уже подготовлены, осталось добавить только грибы. Мы возьмем шитаке, эринго, и мои любимые, конечно же, шимельзи. У меня здесь много грибов. Будем выкладывать не все. Каждая тарелка — это порция на одного человека. Кстати, выбирая шитаке, обязательно обратите внимание на края шляпы. Они должны быть не вывернуты наружу, а завернуты вниз, к ножке. Тогда у грибов будет более насыщенный аромат. Делаем вот такие надсечки для красоты. Кажется, тарелки мелковаты. А это эринго. Их продают во многих супермаркетах. У них мясистая ножка, отличный вкус, да и стоят они недорого. Я просто нарезал их пополам, ничего сложного. И последнейшие мэдзи. У них чудесный аромат и мягкий вкус. Они добавляют этому блюду особую нотку. А все вместе — это что-то потрясающее. Вы только посмотрите, как красиво получилось. Остались только детали. Добавляем немного саке. Я в готовке использую хорошее саке, которое обычно пью. Но подойдет и более дешевые варианты. Специально для готовки. Выкладываем сверху зеленый лук и имбирь. Они придают особый аромат. Так что без них в этом блюде никак не обойтись. Вода в пароварке уже вскипела. Видите, сколько пара? Но будьте очень осторожны. Чтобы не обжечься, всегда открывайте крышку на себя. Если сделаете наоборот, видите, что может получиться? Поэтому только вот так, на себя. Нужно обязательно накрыть тарелку пищевой пленкой. Если боитесь, что соли в блюде недостаточно, помните, мы солили рыбу. Но вдруг вам хочется больше? Вот сейчас идеальный момент, чтобы добавить. Вот так. Теперь точно можно отправлять в пароварку. Помните правила? На себя. А еще здесь горячий конденсат. Будьте осторожны. Ставим. Закрываем и засекаем 15 минут. Йоши, а сколько будет готовиться еще обед? 10-15 минут. И вторая порция тоже? Да. Слушай, Эйджи так сильно проголодался, может, я быстрее приготовлю? Это как? Ну, моим любимым способом. В СВЧ. Ты серьезно? Вот это проверенный профессиональный метод. Если хочешь попробовать, но я не вижу, что у тебя получится так же вкусно. Ну, давай попробуем. Ну, давай попробуй. Мы приготовим наш Сиба с экспресс-методом очень быстро, всего лишь за 5 минут. Только Йоши добавлял 40 миллилитров в саке, а мы всего лишь 20. Еще одна разница, когда мы накрываем пленкой наше блюдо, обязательно нужно сделать буквально несколько разрезов, чтобы рыба не взорвалась в СВЧ. Ну, удачи. Десять минут уже прошло. Рыба почти готова. Выключаем огонь. Но не спешите открывать крышку. Дайте пару минутку улечься, иначе можно обжечься горячим паром. Подождите, пока пароварка немного остынет. А я пока помою лимон и помидоры черри. Готовы? А крышку открывать не надо. Это опасно. Просто снимите верхний ярус пароварки. Вот и все. Никаких жертв на кухне. Отлично. Рыба готова. Кухонное полотенце. Осторожно. Достаем горячую тарелку из пароварки. Горячо. Аромат отличный. Добавим для цвета черри и пару долек лимона. Совсем немного. Для красоты. Готовое блюдо можно полить соевым соусом или соусом понзо. Добавить любые приправы по вкусу. Или ничего не добавлять. Это уже вкусно. А ну-ка, Эйджи, попробуй. Ну, попробуем. Сыночек, а попробуй теперь еще эту. Это уже мама готовила. Тоже вкусно. Да? Не может быть. Двигайся. Дай-ка я попробую. Нормально, но... Саке, конечно, маловато. Но есть можно. Ну, ты знаешь, так быстрее и ребенок доволен, и папа, и мама молодец не парилась. Обнимашки. Лимончиком отжимай, да, лимон. Не-не-не, не отсюда. Мася, все. Нет, Эйджи, нет. Мася. Ну, на. Нравится? Сын, это нужно делать на рыбу. Вкусно. Подписывайтесь на канал Фудивара Ёши и нажимайте на колокольчик. Тут очень вкусно, я сам проверял. И еще раз, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok